По статистике, ежедневно до 10 читинцев не обнаруживают свои машины на том месте, где их припарковали. И дело не в автоугонщиках, а в выборе стоянки. Все чаще жители Читы оставляют своих железных коней под запрещающими знаками. При этом ссылаются на недостаток в городе парковочных мест. Любовь Чистякова разбиралась, так ли это. Центр краевой столицы, перекресток улиц Бабушкина и Шилова, буквально усыпан. Знаками остановка запрещена. Правда, внимание, на них мало кто обращает. Сотрудники дорожно-постовой службы называют это слияние городских транспортных артерий одним из самых проблемных в городе. Наряду с ним парковка у дворца бракосочетаний практически вся улица Анохина, площадь пограничников. Водители, как правило, не согласны, отвечают, что здесь достаточно места, что их малогабаритные машины никому не мешают и еще масса подобных отговорок. Но у ДПСников свой взгляд на безопасность дорожного движения и свои методы борьбы с нарушителями. Эвакуировать авто полицейские имеют законное право. Везет тем водителям, которые успевают до момента погрузки машины. Растерянные люди прибегают. Если не успеваем загрузить, то отдаем, забирают они машину. Остальным придется не только распрощаться со своей ласточкой как минимум на полдня, но и заплатить штраф плюс услуги эвакуатора в сумме около 4000 рублей. А если водитель затянется возвратом машины, оплатить ему придется еще и место на стоянке. Удовольствие не из дешевых. Кладбище забытых авто так между собой называют эту часть штрафплощадки полицейские. Машины здесь стоять могут годами. Забирать их нет смысла, дешевле купить новую. В день примерно задерживаются за подобные нарушения до 10 машин. Проблема такая у нас автоматически существует из-за мест, мало существующих парковок в городе. То есть город делает, да, он работает, увеличена улица, расширена улица, но все равно не хватает. В городском комитете ЖКХ говорят, так уж построено Чита, что расширять улицы до необходимой парковочной нормы просто нереально. Но делают все возможное. В прошлом году, кстати, соорудили 8 парковок. В 2014-м на реконструкцию городских асфальтовых лент в бюджете Читы заложено 1 миллион 700 тысяч рублей. Эти деньги будут потрачены на реконструкцию улиц и парковки. Места сейчас не определены, потому что план верстается на 2014 год. И мы думаем, если средства Дорожного фонда в достаточном количестве будут сформированы на территории города, то же парковочные места обязательно мы определим. Но и эту проблему не решит, считают эксперты. Выход видят в возведении подземных стоянок, а еще в ужесточении штрафов за неправильную парковку. Полагают многие, водители просто игнорируют запрещающие знаки. Любовь Чистякова, Сергей Бумагин, Виктор Баранов. Вести. Чита.